Доброе утро всем. Вчера мы с вами говорили о мечте. И когда говорили о мечте, упомянули один случай, ну, по крайней мере, я о нем не слышал, но вполне вероятно, что так оно и было. Потому что таких случаев было очень много. И этот случай, он касается той самой семьи, которая мама с ребенком погибли, а отец реанимации в коме после аварии. И после этого молодежь обратилась к вопросам своему папе. Потом папа попросил меня тоже. Мы оказались с папой в одном духе. На один и тот же вопрос дали один и тот же ответ, не сговариваясь. Но я очень много думал, на самом деле, об этой теме. Вопрос был очень простой. Как мне, как человеку верующему, быть уверенным, что Бог меня в такую ситуацию не поместит. И я вдруг могу раз и погибнуть. Ни с того, ни с сего. И была такая мысль, как бы визитно оправдали это, что Бог может поставить в такую ситуацию. И вот я молился как раз об этом еще вчера, потом сегодня утром. И вот что я решил взять из этой молитвы ответ, который мне Господь дал. Мне сразу в голову пришла 28 глава второзакония, где написано, что даю тебе жизнь и смерть. Выбери жизнь. И там написано на иврите, на самом деле, не выбери, как призыв, а утверждение Бога, свершивший факт. Выбрал жизнь. Бахарта. У Бахарта бахаим. И на самом деле, чтобы выбрать жизнь, мы на протяжении всей Библии читаем, что нужно быть мудрыми. А Иисус нам говорит еще, что нужно быть мудрыми, как змей. Слышали? Быть мудрыми, как змей. Об этом как раз сегодня поговорим. И проповедь свою я назвал сегодня, выбери благословение и жизнь. Так вот, мы знаем с вами, что мудрость, она получается свыше. Потому что, естественно, у кого мудрости не хватает, то спросит у Господа, и он даст каждому безупрек. Я хочу просто проиллюстрировать эту пропусть, вот то, что мы вчера говорили про аварию, проиллюстрировать ее из жизни водителей. То есть здесь многие водят машину, из наших братьевых сестер, может быть, сегодня из присутствующих, не все. Но так получилось, что я машину не ввожу. Я никогда не был прав. Я машину не ввожу. Но я очень много лет, именно лет, провел с правой стороны от водителя. Это было связано и с моей деятельностью в полиции, и до этого, и после этого. Я очень много лет провел рядом с водителем. И, возможно, водителю было бы некогда этим всем заниматься, но я знаю, что опытные водители как раз этим и живут. Мы как раз с моей супругой на эту тему согласились, что когда человек много лет водит машину, он вырабатывает определенную мудрость вождения. И эта мудрость заключается в частичном автоматических реакциях на то, что происходит, но по большей части она заключается в том, что мы сканируем дорогу постоянно. Сканируем. И смотрим, что происходит вокруг. И даже при этом, при всем, мы всегда замечаем, что происходит вокруг. Я думаю, что мы едем... Я просто сразу говорю, то есть не с каждым человеком я сяду в машину, чтобы он меня просто отдавился, потому что мне моя жизнь дорогая, я не каждому человеку доверяю. И есть очень небольшое количество людей, в том числе, например, наш пастер, в котором я не боюсь ездить в машине, в том числе моя супруга, с которой я не боюсь ездить в машину. Я вижу, что люди очень ответственно и мудро относятся к тому, что происходит на дороге. Понятно, что есть какие-то реакции моментальные на то, что происходит, не все можно заранее вернуться, но тем не менее, я хочу проиллюстрировать просто, как это все происходит. И наша задача, как людей, находящихся на дороге, понимать, что мы в пути, мы в движении, мы не статично стоим и наблюдаем за тем, что происходит. То есть движемся мы и движется все, что вокруг нас. Согласны? Это называются участники дорожного не стояния, а дорожного движения. И в этом заключается самое главное отличие того, что происходит в мире вождения машины от любого другого места, где мы находимся. И я когда наблюдал за поведением водителей, я понял, что мне нужно научиться у водителей некоторым вещам, хотя я сам машину не вожу. Первое, это нужно нужно видеть дорогу на много сотен метров вперед. Даже если мы ее сейчас не видим на много сотен метров вперед, нам нужно предполагать, что там может находиться. Сегодня с этим проще. У нас есть вейс. Знаете такую программу, да? Вейс. Входишь, и там тебе рассказывают, через 800 метров пробка, хотя ты в ней уже стоишь. Или там впереди опасность. Макдональдс, например. Ну и так далее. То есть есть разные варианты, когда мы должны предусматривать, что делать за ним. Понятно, что есть инструменты, которые нам помогают. Второе, нам нужно соблюдать осторожность во всем, включая передвижение по скоростной трассе. Потому что, если мы не наблюдаем за тем, что происходит в руках, внимание, сколько зеркал есть в распоряжении водителя? Минимум. Некоторые еще устанавливают себе панорамное сюда, панорамное туда, чтобы смотреть вниз, чтобы смотреть в виду. У водителя автобуса есть 6. То есть мы постоянно должны находиться в состоянии, что мы смотрим не только что делается впереди, но и что делается сзади. И у нас есть еще одна опасность, которая нас подстерегает, когда мы будем в машину, так называемая мертвая зона, в которой мы ничего не видим, что происходит возле нашей машины. Поэтому, если мы являемся участниками дорожного движения на двухколесном транспорте или пешком, мы должны знать, что у водителя есть мертвая зона, где он нас не видит. И это тоже то, чему мы должны научиться. Следующее, мы должны научиться замечать любые изменения в поведении водителей. Например, бывает так, что мы едем по трассе, и я, например, наблюдаю за тем, что происходит. Я говорю, что человек неадекватно едет подороже. И я, например, вот мы с Таней едем, я говорю, притормози, пропусти, пусть он едет от нас подальше куда-нибудь. Потому что мы опасно рядом с ним, неизвестно, чем он занимается. Но это бывает возможность его обогнать и обгоняясь, смотря, кто в телефоне сидит, например. Или там разговаривает со своим приятелем, на дорогу не смотрит. И так за такими вещами тоже нужно наблюдать. И следующее, нам нужно, очень важный момент, это удаляться от любых видов опасности и соблюдать правила дорожного движения. Вот с последним у многих людей напряженка. Я смотрю просто, когда люди ездят по дорогам, для них правила дорожного движения, сегодня мы сюда ехали, помнишь, один просто взял из третьего ряда, скоростной трассы, из третьего ряда, взял перед нами просто, вот за два шага до поворота просто срезал вот так вот на перекрестке, и многим пришлось притормозить. Ну вот так вот, некоторые ездят. Так вот, почему я заговорил именно об участниках дорожного движения, потому что вчера молодые люди, они были оба водителями двухколесного транспорта, то есть, ну, эти, мотоциклы. И спросили, а может ли человек попасть вот в такую ситуацию, когда будет авария, не дай бог смерти, или еще что-то. И я дал много ответов и касающихся законности поведения мотоциклистов на улице. Ну, много ответов просто из жизни я хотел просто с вами поделиться. И первое, чем я хотел поделиться, я сначала расскажу о ситуации в дорожном движении, а потом и перейдем плавно на нашу жизнь. Хорошо, чтобы было понятно, что происходит. Есть два вида водителей, да, у нас на дорогах. Это водители четырехколесного транспорта, то есть машины, например, машины, автобусы, грузовики, и неважно. И водители двуколесного транспорта, к ним сейчас добавили с водителей электровелоскетов. Ну, что они, что мотоциклисты, по мне, все равно. Это двухколесный транспорт, передвигающийся по трассе, по проезжей части. Итак, какие есть главные отличия у людей, водящих, вот мы никогда об этом не задумывались, что водящих двукколесный транспорт и четверокколесный транспорт. Смотрите, чем занят человек, который водит машину. Те, кто водит машину, сейчас у нас согласятся. Первое, водитель машины, как мы уже говорили, смотрит одновременно вперед и в три зеркала. Вот такое практическое отличие, да? А мотоциклист сколько зеркал смотрит? Ну, между нами не в одну. Он смотрит только вперед. Ну, может, конечно, посмотрим, у него есть два зеркала. Но я смотрю, на некоторых мотоциклах и их нету. А вот в долголесном транспорте вообще нет зеркала. Второе, он следит за дорогой, чтобы никто не врезался в него. Да, то есть нужно просматривать, что делается справа, потому что никто не въехал в нас, чтобы если что притормозить, где-то дать газу. Третье, он никого не хочет подрезать и не дает, чтобы подрезали его. Знаете, что такое подрезать, да? Как сегодня взялся, четвертого ряда, переехал. Он смотрит или старается смотреть, наблюдать, чтобы никто не оказался в его мертвую зоне, где он никого не видит. Это, когда мы едем в машине, не последнее, он старается вовремя отреагировать на все, что происходит на дороге. То есть где-то выбежал пешеход, а они у нас выбегают постоянно. Геосуменов на пешеходных переходах, где нет светофоров, они просто считают, что если там пешеходный переход, то это тротуар, и не важно, что он перпендикулярно трассе. Он просто по нему продолжает идти, исчез телефонную руку, если он ничего не видит, не слышит и так далее. И давайте теперь посмотрим, чем отличается мотоциклист от водителя машины. Мотоциклист смотрит на дорогу только вперед, как мы уже говорили, да? Но самая проблема в том, что он смотрит только за тем, чтобы не влезаться в других. Он уверен, что в него не влезется никто. И это очень ошибочная уверенность. И самое главное, он смотрит, как бы вот если где-то там, знаете, чуть-чуть бы тормозилось движение, как бы между ними влезть, как бы проехать, как бы проскочить, потому что его интересует движение, ему не интересует, что происходит на дороге. И в этот момент, когда он ищет вот этих вот проходов между вот этими машинами, как там проскочить, как объехать, некоторые на тротуар выезжают, знаете, по пешеходным переходам, там, некоторые по очереди ездят, он перестает перед участником дорожного движения в этом воде. Он начинает просто заботиться о своих эгоистичных интересах, как проехать дальше. Водитель будет терпеливо, ну, терпеливо, израильский водитель терпеливо, это, конечно, две вещи мало совместительные. Да. Он будет терпеливо давить на этот самый, на бибиколку свою, там, жать, там, кричать, умахать руками, звонить соседу и говорить, ты представляешь, я в пробке, передо мной какой-то там, и он стоит, не едет, я бибикол, не едет. Протоциклист будет стараться объехать туда-сюда, если кто-то когда-нибудь ехал, потому что они куда-нибудь туда-сюда, там, попросит зеркало с этого, нужно только проехать, потому что он перестает быть участником дорожного движения. Что такое участие? Участие, когда у каждого есть своя часть. И он перестает быть участником движения, он становится просто эгоистом, который просто лезет вперед. И у него теряется всякий страх, у него теряется всякая бдительность, у него теряется всякое желание принимать участие или вообще думать о каком-то другом, и он просто, что называется на простом языке, прет напролом. Не задумываясь мне, чтобы ничего не бояться. Я не говорю, что ему нужно чего-то бояться. Я хочу перейти сейчас к тому, что происходит в нашей жизни. В нашей жизни мы думаем, ну, чего же я всего теперь должен бояться. Знаете, есть такая пословица «волков бояться в лес не ходить». Слышали про такое? Это вообще нормальная пословица? Волков бояться в лес не ходить. Правильная она? На наше, христианское? Да. Как вы считаете? Неправильная. А почему неправильная? Волк, он же что там? Ну, волк. В два раза, ты, а то есть три меньше меня, весит меньше, чем я. Что он со мной сделает? Я же могу справиться с лопатой. Вот тут особенно знатоки, которые уже неоднократно разрывали пасти. И говорят, что... Ну, Давид именно. Что могут справиться, или что не могут справиться. Хотя Давид справлялся. На самом деле, это не христианская пословица. Почему? Потому что нами руководит два вида страха. Первый страх, это так называемый страх, на самом деле, этот страх, он называется инстинкт самосохранения. То есть, мне нужно выжить. Если я знаю заранее, что если я пойду в лес, и там встречу одного волка, с одним волком, я еще, может быть, как-нибудь справлюсь. На самом деле, волк, это не больше, чем собака, да, она помощнее, чем собака, но с ним можно справиться. Но волки по одному не ходят. Вы же знаете. Если вы увидели одного волка, ищите, где все остальные. Поэтому волков боятся в лес не ходить. Это сказать, откажись от инстинкта самосохранения, иди на пролом, встань мутоциклистом, тебе уже все равно, тебе главное в лес пойти. Я просто уперирую по моему мутоциклисту, я ничего против мутоциклистов не умею. Так вот, для начала нам нужно понять, что инстинкт самосохранения, это не страх, это нормальное поведение. Когда мы люди верующие, Бог ведь хочет нас использовать по максимуму, вот я вчера об этом проповедовали, что Бог хочет использовать нас по максимуму в своем плане. И я не думаю, что в его план входит нас покаять, покрестить и убить. Ну, у меня вот такое сложилось впечатление. Не входит. Мы должны выполнить какое-то предназначение в своем плане. И как вчера заметил пастор Лизер, что действительно, чем больше у человека мечта, или чем больше его предназначение, чем дольше он живет. Давайте возьмем даже историю. Афран, у него все закончилось. Дети выросли, да? Сын вырос, ушел из дома, женился, у него уже там внук. Второй сын там в пустыне, где-то охотником, царом и ла. И что ему делать? Жизнь закончилась. А нет. Он женился заново и прожил еще, о, сколько лет, сколько детей дар. Почему? Потому что в этом было предназначение. Бог чему помещал, что он был размножен. Но благословение не на те дети, которые ты использовал. Благословение было только на Ицхаме. Хотя те тоже будут благословены, как дети Абрама. Но про них мы ничего не знаем. Мы знаем только про Ицхам. Так вот, если у нас есть действительно большое предназначение, то Бог хочет, чтобы мы отнеслись к этому ответственно. Согласны? И поэтому мы должны бояться волков, чтобы не ходить в лес, если мы знаем, что там есть леса, в которых волков нет. Туда можно поехать, сделать пикничок. И никакие волки нам... Но если мы знаем заранее, что есть леса, где есть волки. И поэтому нам не нужно, ну, как это сказать, становиться эгоистами, и говорить, нет, мне приспичило сейчас в лес, пустите меня. Не важно, что там есть волк и не один. Я пойду в лес. Нет. Ты не имеешь права. Почему? Потому что Бог умер для того, чтобы мы посвятили свою жизнь Ему. То есть наша жизнь нам не принадлежит. Мы должны у Него спросить, он согласен вообще на такой исход или нет. Если кто-то из вас смотрел фильм, который называется «По соображениям совести». Смотрели? Да. Как вы думаете, этот главный герой он понимал, что каждый его поход вот на это поле боя может закончить для него смертью? Вы ему боялись этого или нет? Я только вот по игре Аркера видел, что боялся. У него прямо страх. Он классно сыграл этот страх. Я сколько раз смотрел, и Финцук расплакал. Особенно на последних сериях. Когда они не пошли никуда, пока он не помолится. Но факт остается фактом. Он понимал, что у него есть предназначение. Он стоял в вере. Мы сейчас не говорим правильно или неправильно, когда он говорил, что оружие ему не нужно. Мы не говорим сейчас правильно или неправильно. У каждого своя вера. Но он стоял в своей вере, и он выполнял свое предназначение обратить внимание. Что несмотря на то, что он был весь побитый, подранный, покалеченный, он остался живой. Потому что Писание говорит, что из гроба кто провозгласит хвалу тебе? А Бог все-таки хочет, чтобы мы его прославляли и пославляли славу его, являли самих себя через свои действия. Выполняли какие-то свои эгоистичные побуждения для того, чтобы бегать туда каждый раз на это поле боя и вытаскивать раненых. Конечно, он сказал, не, но мне потом награду дадут орден какой-нибудь. Но он же не для этого выдавил. Он хотел просто спасти людей. Он понимал, что его задача не стрелять в этих японцев. А его задача быть там тем, кем его поставили, то есть санитаром. Он же был санитаром. И без него, кстати, он был самым младшим по званию. Другие санитары ничего не делали. Они всегда ждали, что он им скажет. То есть, когда у тебя есть предназначение в Боге, у тебя есть сила, которую ты приобретаешь, когда у тебя есть сила, эту силу все чувствуют и начинают в эту силу верить и без этой силы уже ничего не делают, обратить внимание. Там даже был эпизод, когда они сказали, они никуда не пойдут, только ты за них не помолишься. И он молился за них, только после этого они пошли и одержали. И в этом есть как раз отсутствие эгоизма. Да, я могу выполнять свое предназначение сам, с другими, не важно. Он говорит, пошел сам, по собственной воле, не спросил своих командиров. Командиры ему бы запретили, скорее всего. Но он чувствовал какую-то другую силу в себе. Не силу подчинения приказам командиров. Причем командиры запретили ему не потому, что они не хотели спасать в ранних, они бы за него переживали. Но это человеческая психология. А есть еще психология Божия. И вот он говорит, что нам нужно относиться ко всему ответственно, но выполнять свое поручение. Потому что 90-е Псалом, это наша страховка. Он заповедует ангела внести и от камень не спотнется. И это то, на чем пытался поймать Иисуса от сатана. Он пытался поймать его на это. Но Иисус не поддался. Почему? Потому что у него было первое правило не искушай Господа, Бога твоего. То есть не испытывай его. Это не тот случай, когда Он будет тебя защищать. Нам нужно действовать осторожно, но без страха. Осторожно, но без страха. Очень мало людей, которые, как я уже сказал, водят машину, и я сажусь с ними за руль. Почему? Потому что я вижу, боится человек ездить. Или он ездит осторожно. Потому что иногда бывает, что хорошо, когда человек боится дороги. Он едет медленно, аккуратно, где-то притормозит. Пусть мы приедем на полчаса позже, он при нем живые. Чем если он будет гнать вот так вот между машинами, отгонять, подрезать, там еще параллельно отвечать на телефон, звонить кому-нибудь. Это знаете, как в том анекдоте, когда женщина своей подруге звонит, и говорит, представляешь, эти мужики вообще не имеют машины в воде. Я, говорит, еду. А у меня, говорит, с левой стороны мужик, говорит, с одной рукой по телефону разговаривает, другой бреется. Говорит, у меня чуть помада в кофе не упала. Понимаете? То есть, это люди, которые ничего не боятся. Не боятся. И когда люди начинают думать, что с ними этого не произойдет, именно с ними это и произойдет. потому что они теряют бдительность и мудрость. И когда вы говорили вчера в аварии, я там не был, я не знаю, что там происходило, но скорее всего, как описал я лейтер, я могу вам сказать, они остановились на обочине и в них въехал кузовик. Как это было? Вопрос, можно ли останавливаться на обочине? Нет. Категорически нет. Но бывает, что случается в машине неполадка. случается, что в машине происходит неполадка. Смотрите, что предписывают правила, когда в машине случается неполадка. Нужно остановиться на правой обочине. Если она есть, если нет проблем, остановиться на правой обочине, включить четыре мигающие фонаря, одеть жилет водителя, выйти из машины, выпустить всех, никто не должен оставаться в машине, поставить красный треугольник за пятьдесят метров, перейти через отбойник, перелезть. Отбойник, знаете, дороги? Перелезть через отбойник и отойти на пять метров от машины. Как вы думаете, почему это написано? Потому что такие случаи уже происходили. Это правило. Нельзя оставаться в машине, когда она стоит дороги. Почему? Потому что обочина слишком узкая? Нет. Откуда мы знаем, почему водитель грузовика в них врезался? Может быть, он в этот момент просто отвлекся посмотреть на СМС. Может быть, он, не знаю, заснул за рулем. Может быть, у него с управлением что-то не так. Да бог с ней, с машиной. Пусть он ее в снятку разобьет, а то все живы останутся. Эти же, понимаете, вот как у нас, помните, все Олега Майорова, да? Кстати, получили вид на жительство в России, слава богу, у них все продвигается по их плану, Господь их использует и там тоже. И вот он говорил, что устав, не он говорил, все военнослужащие об этом знают, устав караольной службы написан кровью тех, кто его не соблюдал. Но если мы не будем соблюдать определенные правила, мы открываем вот такие ворота дьяволу, который заходит и делает все, что он хочет. Мы даем место дьяволу и дальше он говорит, а, вы меня пустили, ну спасибо, сейчас я здесь наворочу. В описании он говорит, мы, нам не безызвестны планы дьявола, не безызвестны, мы знаем, что он будет делать. Он приходит, украсть, убить и погубить. И он будет убивать, красть и губить. В любом случае, если мы предоставим ему эту возможность. И нам нужно терпение, чтобы соблюсти все эти правила. Нужно терпение, ну так и написано, чтобы получить обещанное, нам нужно терпение. Многие говорят, ну нам нужно терпение, чтобы получить обещанное. Нет, там не так написано. Написано, нам нужно терпение, чтобы исполнив волю Божью, получить обещанное. Вот это вот, исполнив волю Божью, нам, ну зачем нам, нам просто терпение, и мы все получим. Нет. Бог сказал, нужно делать вот так, вот так и вот так. И когда мы соблюдаем эти особенности, которые Бог предусматривал, он предусматривал не то, что он вот так вот утром встал и сказал, А пусть они вот так делают. Он же не в игрушки играется. Он же начало и конец. Он вне времени. Он знает все. Он все предусмотрел. Поэтому он говорит, я дал тебе уже благословение и проклятие, смерть и жизнь. И ты выбрал жизнь. Если это нормально. А бывает, что люди ненормальны. Так вот, если мы будем следовать этим правилам, то мы обретем благоволение. И именно в моменты, когда мы говорим, что с нами это не произойдет, с нами именно это и произойдет. К сожалению. Потому что мы теряем бдительность, теряем мудрость. Приходит дьявол и делает все, что он хочет. Нам не безызвестны, как я уже сказал, дела дьявола. И Библия нас аккуратно, настойчиво предупреждает во всех опасностях. Написано в Экклезиасте, что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. То есть, например, мудрецы еврейские трактовали это по-другому. Они сказали тоже гениальную фразу, что он будет записано. Дела отцов, знамения для сыновей. То есть, если это уже было, я об этом уже говорю. Да, понятно, что в Библии не написано, что на обочине останавливаться нельзя. Но есть же какие-то правила дорожного движения. В Библии не написано, что нельзя превышать скоростной режим. Не написано. Представляете, нигде не нашел. В Библии не написано, что нужно останавливаться на знак сот. Стоп. Но если там стоит знак стоп, там же не написано, не могли бы вы, если, конечно, вас не затруднит, просто остановить сейчас машину, заглушить. Там просто написано стоп. Стоп. Но почему-то мы думаем, что тут стоп написано. Ну ладно, я так потихонечку проеду. Когда мы начинаем потихонечку проезжать там, где написано стоп, начинаются проблемы. Потому что там не просто стоп. Есть другой знак, который говорит, замедлить движение и дай проехать. Иногда многие говорят о быстрой скорости и дай проехать. Кому? Самому себе. Бывает так. Ну и что там машина за километр, я успею. А вдруг нет. А вдруг заглохнешь. И в нашей жизни тоже так бывает. Когда мы приходим к какому-то перекрестку, у нас есть определенные знания, которые нам говорят там. Прямо пойдешь, кто-то будет, налево пойдешь, кто-то будет, направо пойдешь, что-то будет. Как в том анекдоте, когда мы говорим. Прямо пойдешь, получишь. Налево пойдешь, получишь. Направо пойдешь, получишь. Никуда не пойдешь, сейчас получишь. Ну это жутко. Но бывает и так, что мы знаем, что и там, и там, и там неизвестность. Но есть знаки определенные, которые мы должны видеть. Помните, Иисус говорил, что вы, глядя на нивы и на облака, можете говорить о сейнии жадре? А глядя в Писание, не можете обо мне говорить? И так и в жизни у нас бывает. Но иногда бывает, что не можем распознать какие-то вещи, причем очень явно. Я хочу вам сказать, что иногда мы творим вещи, которые просто в мозги не укладываются. Мы творим заранее опасные вещи. Мы творим вещи, которые могут нас убить. У нас есть Дух Святой, который мы вводим. Он нас предостерегает. Не ходи, не делай. У каждого, знаете, кто-то говорит внутренний голос, кто-то говорит интуиция. Я не считаю, например, что интуиция – это оскорбление Святого Духа. Это никакая не интуиция, это Святой Дух, который приходит и говорит, этого не делай, туда не ходи, сюда не ходи и так далее. Но мы все равно идем и делаем, потому что мы говорим, а, и так сойдет. Помнишь мультфильмы? И так сойдет. Не сойдет. Не сойдет. Потому что, как любит говорить наш мастер, поздно говорит, зри, не на основной пути, сидит в баре с кружкой пива. Поздно. Нужно заранее предусматривать. Предусматривать, заранее нужно смотреть, нужно изучать. И, вы знаете, аварии на дорогах, они не случаются. Многие говорят, там случилась авария. Аварии не случаются. Аварии создаются. Аварии создаются. Знаете, почему нужно соблюдать дистанцию? Слышали такое «соблюдать дистанцию»? На всех машинах сзади раньше было, чтобы обязанно было написано «шмор, мэр, хак, соблюдай дистанцию». Для чего? Чтобы что? А? Чтобы успеть среагировать. Потому что, если мы не успеем среагировать, то произойдут неизменимые события в нашей жизни. Мы должны успеть среагировать. Мы люди. Мы не можем все предвидеть. Поэтому нам Бог, у нас Бог предупреждает, соблюдай дистанцию. Удаляйся от того. Удаляйся от всего. Имей это. Не имей того. Потому что Он говорит нам, есть правила, которые мы должны соблюдать. Многие говорят, правила – это ограничение свободы. Надо ведь. Это просто жестокая тирания. Что ж такое? Как же так можно? Я хочу быть свободным человеком. Я хочу просто еще раз, почему я об этом уже говорил. И я скажу об этом еще раз. Нет ни одного чемпиона мира в дворовом футболе. Просто не существует. И в пляжном баскетболе только. Чемпионы мира рождаются только в жесточайших условиях, ежедневных, жестоких тренировок в рамках определенных, конкретно прописанных правил. И попробуй пальцем хотя бы выйти за эти правила. Ты вылетишь из этой линии просто раз и навсегда. Нельзя. Только в жестких рамках при соблюдении четких правил можно достичь какого-то успеха в Лизанне. По-другому не бывает. Потому что если мы идем так, как по наитию, то это будет как с Алисой в стране чудес. Куда ведет эта дорога, спросила Алиса улыбку из Жирского. Он сказал, куда тебе нужно прийти? Она говорит, я не знаю. Он говорит, это тебе не важно, куда ведет эта дорога. Потому что, ну реально, человек, который идет не знает куда, он придет всегда не туда. И если у вас нет цели, вам любой порт будет неправильный и любой ветер не будет покутный. Потому что нужно иметь четкую цель и систему достижения этой цели. Знаете, почему на корабле нужен не только капитан, но и штурман? Лоцман, Боцман и прочий Робинович. Почему? Потому что не важно, сколько раз ты, будучи капитаном, прошел этот маршрут. Ты капитан. Это твоя работа. Есть еще те, кто не умеет быть капитаном, но они умеют прокладывать маршрут. Они умеют ориентироваться по обстоятельствам. Они умеют ориентироваться по звездам, по глубинам, в компас сломался. Они все равно тебе придут куда надо. Ты как капитан не можешь этого сделать, даже если ты сам в жизни опытный. У тебя должны быть какие-то помощники. И вот таким помощником у нас является Дух Святой, который он все знает. Он часть Бога Всевышнего, который в руках своих держит все, и он говорит тебе, это дело, это дело, этого не дело. И поэтому нам нужно в жизни соблюдать правила дорожного движения, законы, правила поведения в тех или иных организациях, в школах, в армии, в институте, где-то там бывают, в обществе. Вчера как раз мы с нами разговаривали о том, как одеваются люди в обществе. Раньше это было, ну, вне рамок приличия. Сегодня рамок приличия не существует. Поэтому каждый делает все, что он хочет. И в семье Божьих правилов. В семье Божьих правилов. Не важно. Представляете, сегодня сбывается то, что было написано 2000 лет назад в Писании. Что люди отошли от рамок. Они больше не интересуют, что написано. Они басни слушают, что удобно для слуха их, то и воспринимают. И поэтому у нас нет успеха сегодня в глазах Божьих. И поэтому церковь сегодня должна являть успехом в глазах Божьих. Потому что мы соблюдаем. Мы видим, мы верим, мы понимаем. Мы стараемся. Вы знаете, что пишет в первом Тимофею Павел? Он говорит, вникай в себя, смотрите внимательно, вникай в себя и в учение. Занимайся всем, когда? Постоянно. Не время от времени, не раз в неделю на служение, а занимайся с ним. Постоянно. Каждый день, то есть каждый час. Как на иврите говорят, колео, колео. Весь день, каждый день. И тут написано, ибо так поступая. То есть, если мы будем вникать в себя и в учение постоянно, то тогда поступая так, мы спасем всегда и слушающих нас. То есть, если мы знаем правила дорожного движения, и говорим кому-то, не разговаривай. Я очень часто, когда еду с кем-то, и он бежит трубку, я говорю, не разговаривай по телефону. Раз и навсегда. Я видел семей, которых вывозили в черных пакетах, потому что папа в этот момент, когда вел машину, вдруг отвлекся на эсэмэс. А впереди стол. Сегодня машины не железные. Они пластик. И нет семей. Просто эсэмэска пришла. А правила дорожного движения четко запрещают это делать совершенно. Тебе приспичило что-то срочное? Останови машину, позвони. Доезжай, кто тут стоит. Ребенок заплакал, надо его покормить. Не умрет твой ребенок за 15 минут. Доед на ближайшей заправке, остановись, покорми спокойно. Сам попей кофе, поймем. Проверпись. Нет, но мы иногда на своих эмоциях делаем такие вещи, за которые потом уже даже расплачиваться после. После. Потому что мы не соблюдаем, мы не вникаем. Мы не понимаем. Большинство уголовных дел вообще в любой стороне мира, они будут в Израиле открыты. Потому что люди законов не знают. Не нужны законы преступники. Они их просто не знают. Они думают, что все, что они думают, это правильно. А приходят полицейские и говорят, нет. Давай, пошли за мной, судейки. Почему? Потому что не вникаем. То же самое слово может. Мы должны не просто сами вникать. Мы должны и других увещевать, чтобы спасти себя и слушающих себя. Что нам говорит это учение? Смотрите, я хочу зачитать это. Читать это местописание. Очень важное местописание. Кстати, сейчас. Что-то сбилось. Очень важное местописание. Второзаконие, 28 глава. Смотрите, что там пишется. Когда мы перейдем за Иордан. Наш Иордан? С вами наш Иордан. Когда он был? Когда мы успокаивались. Написано. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые я заведую тебе сегодня, то... Дальше списком. 15 стихов. Господь, Бог твой, поставите-ка выше всех народов земли. Иногда мы хотим быть выше всех народов земли, без того, чтобы слушать голоса Божьего. Так было у нас с предыдущим президентом Соединенных Штатов. И придут на тебя все благословения. Си исполнцент весь, и ты будешь слушать глаз Господа Бога твоего. Смотри, что он перечисляет. Благословен ты в городе, благословен ты в поле. Это если будешь слушать голоса Бога. А как мы будем его слушать? Сегодня Бог не со всеми разговаривал. Но ведь он не раньше не со всеми разговаривал, только с пророками и целями. А сегодня он разговаривает с нами через Библию. То есть мы должны туда уникать. Дальше. Благословен плод чрева твоего, плод земли, твоей плод скада твоего, плод твоих волос и плод твоих овец. Да, вы скажете, нет, ни волос, ни овец. Что же ты делаешь? Но у нас у каждого есть имущество, которое будет тоже благословлено. Благословены жительницы твои, плодовые твои. Благословен ты при входе, твой благословен ты при выходе. Поразит перед тобой, Господь, врагов твоих, остающих на тебя одним путем. Они выступят против тебя, а семью путями бегут от тебя. Пошлёт Господь на тебя благословение в жительницах твоих и во всяком деле рук твоих. И благословит тебя на земле, которую Господь Бог даёт тебе. Поставит тебя, Господь, народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешься влюдач за праведей Господа, Бога твоего, и будешь ходить Его путями. Что же Его путями? Где они описаны у нас? Они описаны в Библии. Я ещё раз напомню то, что я говорил в прошлый раз, что когда блудный сын понял, что всё в жизни плохо, он пошёл на тот же путь, по которому он ушёл из дома отца. Если бы он пришёл с другой стороны, отец бы его не увидел. Ему нужно было вернуться на тот путь, на который отец смотрел, чтобы отец его увидел. Мы должны вернуться на пути Божьи. Поставит тебя, Господь, народом, так это мы читали, и даст тебе, Господь, изобилие во всех благах, вплоть до чрева твоего, вплоть до скота твоего, вплоть до болей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим. Откроет тебе, Господь, добрую запрещу свою, небо, чтобы оно давало тоже земле твоей во время всякое, чтобы благословлять все дела твоих, и будешь давать взаиму многим народам, сам брать взаиму не будешь. Сделает себя, Господь, главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу. Знаете, сколько всего будет, и как это всё всеобъемлюще, если просто слушать Бога Бога, и идти Его путями. И вот тут написано, если, опять он повторяется, при каком условии всё это будет, если будешь повиноваться с акварием Господа Бога. То есть, если мы будем соблюдать правила, которые Бог нам прописал, то тогда всё это будет. Которые соблюдайся сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые соблюдают вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вследствие на их Богов и служить им. Что такое иные боги? Мы об этом уже говорили. Всё, что занимает первое место в нашем смысле. Это иные боги. Дальше. Второзаконие 15 стих. Смотрите, что говорит. Если же не будешь слушать голоса Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, и постигнут тебе. И дальше 53 стиха проклятия. Пятнадцать стихов всеобъемлющих благословений про всё. И 53 стиха проклятия, причём даже написано, что даже такие проклятия, которые сюда не влезли. Итак, что нам делать? Второзаконие 30 глава, в 19-20 говорят следующее. Что нам делать? «Восвидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословения и проклятия. Избери жизнь, дабы ты жил и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Ему и прилиплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгода дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь клятву обещал от Санта и Мавраму, и Схаку, и Атолу, дафе». То есть наша задача на самом деле это понять, что мы участники движения. Это все Божий план, все, что здесь происходит, это все Божий план. Часть происходит, потому что он это допустил, как в селоку. Мне молодые люди вчера спросили, «Если я осторожно еду, если я аккуратный, если я предусмотрительный, я говорю, скажите, «Ио, вы недостаточно предусмотрительный?» Настолько вы предусмотрительный, что на всякий случай за своих детей жертву приносил? Не знаю, «Им с днями не принесу?» А на всякий случай принесу. Он допредусмотрительный. Все предусмотреть невозможно. Мы не Бог. Мы должны понимать, что мы участники дорожного движения. Нам нужно, как здесь написано, стараться соблюдать все. Все абсолютно. Для того, чтобы максимально обезопасить себя. Остальное все Бог доделает. Знаете, в английском языке есть такая фраза, они говорят, «Do your best and let to God do the rest». Сделай то, что от тебя зависит. Лучшим образом, а остальное все оставь Бог. Он доделает все, что мы не смогли предусмотреть. Он на то и Бог всему лучшему, на то и отдали себя в Его руки в свое время, чтобы Он доделал все, что мы не можем предусмотреть. Мы не можем предусмотреть все. Второе, то, что нам нужно понять, что есть четкие правила, которые нам нужно соблюдать. Как в движении на улице, так и в разговоре с людьми и в общении с нашим окружением. И также в Божьей жизни есть правила, но они прописаны в Библии. И нет ничего нового под солнцем, все то же самое. Там все предусмотрено. Соломон изрек более 5000 притч. И там вся мудрость этого мира, которую Бог дал ему через его мозг и через его уста. И это не мерзкая мудрость, а мудрость, с которой Бог отчерчивал крайнюю вселенную. И последнее, то, что нам нужно сделать, нам нужно понимать, что мы не можем не соблюдать эти заповеди. Потому что, знаете, во времена сталинских репрессий, вообще во времена Сталина, тогда не было много машин. Если бы кто-нибудь сделал аварию, раз в другую машину, его бы спросили два вопроса. Про меня не вопрос. Заранее придуманный им ответ. Скажи мне, что это? Преступная халатность или преднамеренное вредительство? Потому что аварии не случаются, они создаются. В нашей жизни все, что происходит, катастрофичное, оно не случается, оно создается. Если мы будем, предусматривая это, соблюдать закон Божий, действовать по его правилам, потому что он написано знает те намерения свои о нас во что? Во благо, а не во зло. То тогда в нашей жизни без зла не будет, будет только добро. И мы должны просто стараться соблюдать его заповеди. Аминь. И вот если мы это будем делать, то все благословения вернут на нас. Если не будем, то не надо ничему удивляться. Ничему не надо удивляться. Все закономерно. Поэтому я ободряю вас вникать в Писание, заниматься с ним постоянно. И так спасать себя и тех, кто будет нас слушать. Аминь. Давайте помолиться. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наделил мудростью, Господь, каждого того, кто слушает Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за ту мудрость, которую Ты создал, этот мир, и который Ты передаешь нам через Слово Своё, через Писание. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты иногда увещевая, иногда ободряя, иногда просто страхом спасая нас привлекаешь внимание к Твоему Слову, для того, чтобы мы действительно имели будущность и надежду, Господь. Чтобы мы выбрали жизнь, Господь, и благословение. Господь, я прошу Тебя, чтобы это благословение, Господь, касалось сегодня каждого, находящегося здесь, Господь, каждого, кто будет смотреть запись, Господь. Чтобы этот закон Твой, о котором мы уже говорим в втором неделе, был записан на наших связках, чтобы мы пропитались им, Господь. Чтобы мы жили им, Господь, и никогда не боялись ничего, но жили под водительством Духа Твоего, Господи, который будет предостерегать нас, направлять, во всем, что чему Ты учил. Благодарим Тебя, Иисус, за этот день, Господь. Пусть этот день будет благословен Тобой, пусть мы между Тебя полностью и продолжаем служить Тебе в этом дне, Господь. И пусть наши пути обратно домой будут благословлены, Господь. Прости нам все наши прегрешения, все наши непослушания, Господь. Исмать нас от всякой этой нечистоты, которую мы допустили в свое сердце, Господь. И пусть Твоя слава явится через нашу жизнь во имя Иисуса Христова. Аминь.